Добрый вечер, уважаемые зрители! Наконец-то снова мы собрались здесь, в этом прекрасном, традиционном, гостеприимном здании ДК-чин-волокно, чтобы открыть первым концертом сегодняшнего факультета информационных технологий фестиваль самодельного творчества посвящения студенты-2016! Я хотела бы поприветствовать всех первокурсников, которые пришли сюда сегодня, потому что та творческая программа, подготовленная активом факультета, именно для вас сегодня. Большой привет всем тем, кто не забывает политех, очень много выпускников, я знаю, сидит в этом зале. Спасибо, что приходите, вы потому что знаете, здесь проверено, весело, всегда тепло и комфортно. Хочу поблагодарить организаторов фестиваля, это Тверской государственный технический университет, профсоюз студентов, Центр молодежной политики, студенческий клуб. И, конечно же, от лица всего внеучебного отдела мы благодарим нашего ректора Твардовского Андрея Викторовича за поддержку нашего творчества студенческого. Благодарим деканаты, деканов, заместителей деканов за поддержку студентов, за понимание, за то, что они дают возможность им готовиться. Ну и с превеликим удовольствием я приглашаю сюда на сцену декана факультета информационных технологий Хабарова Алексея Ростиславовича. И бурные аплодисменты! Поприветствуем в зале заместителя декана факультета Любовь Васильевна Семилетова. Она постоянно изменить, всегда приходит. Большое спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Очень приятно, что мы вновь собрались в этом уютном, ставшем для нашего политехопротисератом, зале. С легкой руки нашего профорга Саши Шилова нашему факультету доверена честь открывать серию концертов «Посвящение студенты». И как правильно сказала уважаемая Диана Славовна, эти концерты снова посвящаются первокурсникам. Вот хотелось бы посмотреть, здесь процветок мешает? А поднимите руки, есть первокурсники-то в зале? Ну да, небогато. Но они еще не знают, что это такое, какая прелесть эти концерты, да? Будем надеяться, что посмотрев наш концерт, они своим товарищам расскажут о том, что они видели, и они сейчас тоже придут. Вот, если кто был на нашей весне, прошлогодней, помнит, что я перед началом задал один вопрос и разыграл шоколад. Вот, это всем понравилось. Вот сегодня я решил пойти чуть дальше, да? И тем более мы не лимитированы по времени, как на весне. Я задам несколько вопросов. Такую, пройдем познавательно-развлекательную векторину. Ну и за правильный ответ вы тоже получите шоколадку. Ну, шоколадок немного, вопросов надо много. Зарплаты декабря не большая, до следующих будет. Вот. Поэтому, сначала так мы сделаем. Правый первый ответ, это первокурсники. Потом, значит, если нет, то могут присоединяться и все остальные. Дим, я тебя прошу, встань, вот здесь, потому что из зала, чтобы кто первую руку поднимет, ладно, на вопрос отвечать, помоги мне, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Когда организовался факультет информационных технологий? Кто руку первую поднял? А он не первокурсник. Первокурсники, есть кто знает этот ответ? Вон девушка тянет, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, и громко скажите. Встаньте, встаньте. Понятно. Но 2011, он большой год-то. По конкретной. Нет. Еще кто может сказать? Пожалуйста. Тогда? Я очень встаньте. Ты первокурсник? Нет. Это какой факультет-то? СВ. О! Фин, позорище. Ну. Так. Дим, давай вот так вот, девушке. Маленькую шкалку, она угадала. Вот. Вот. Еще коллеги с СФ тоже, чтобы не так горько было все-таки. Действительно, факультет организован действительно 1 сентября 2016 года. Ну и еще маленькие шоколадки. А скажите, а какие еще факультеты были организованы этим же приказом ректора? Первокурсники знают ли они? Ты первокурсник? Ну давай скажи нам. Кто знает? Какие два факультета? Ну вставайте, говорите. Кто? Какой? СФ. А что это такое? Нима технологический. Так. Ну это не совсем точный ответ. Ну все, я снес. Давай, ты все знаешь, я знаю. Ну. Химико-технологический факультет. Так. И факультет управления социальных коммуникалов. Ну молодец. Слушай. Слепая весна с людьми, да? Ну шоколадка тоже маленькая. Ладно. Так. Теперь вопрос, ну для всех, наверное, потому что первокурсники еще не знают. А скажите мне, пожалуйста, каким орденом и когда награжден наш университет? Или в перегреве был еще тогда институт? Кто знает? Ну тогда что-то я скажу себе. Кто-то я скажу себе. Вот ответ знали. Кто? Кто знает? Кто-то? Ну ответьте, пожалуйста. Так. Это половинка ответа. А когда? Салат. Сейчас разделим. Салат. 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 А что было в 72-м году? Сколько лет было в УЗУ? Ой, началось. 50. Тихо. 50 лет. Не началось. Просто вот так мы проводим экзамены. Студент садится, а предатель с него тянет жилы. Чтобы он ответил. Ответ короткий и ясный. В 72-м году орден Дорога Красного Знамени. Хорошо. Так. Еще два вопроса осталось. А кто может перечислить? И давайте, какие факультеты у нас в университете существуют? Кто может сказать? Пожалуйста. Встаньте и громко скажите. Тихо, тихо. Давай читай. ИСФВ. Так. 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 ФМА. А что такое ФМА? ФМА. 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 Так. Ну, в принципе, это практически полный ответ. Только еще есть у нас два подразделения. Какие? А как он называется? Да, что это такое? ФМА. И что еще у нас связано со студентами? ФМА. 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 Магистры, вы где учитесь? К чему вы прикреплены? Есть магистры в зале? Есть. Ну, к чему вы прикреплены? Кто у вас начальники? А как называется ваше подразделение? О, вот с такими мы работаем, да? Управление академического, что? Развитие. Знать надо. Ну, ладно, и последний вопрос. Как говорят наученные опытом старшекурсники, они так говорят. Декана можешь ты не знать, но замдекана знать обязан. Вопрос. Кто первый правильно назовет фамилии и имущества моего замдекана? Ну, Дима, давай. Воспользуемся. Семилетова Любовь Васильевна. Декана Иславовна, и чтобы вам тоже не было горько, как он влез, вам тоже, калавка. Все. Я прошу прощения, что отвлек ваше внимание. Надеюсь, вы разогрелись, да? И готовы наших артистов, тем более того, что и все заждались. Удачи всем, приятного вечера. Бурные аплодисменты. Я думаю, большая половина зала осознает, что не может быть ничего лучше, чем декан твоего факультета, идущий с тобой в ногу и живущий на одной волне с тобой. Ну, а первокурсник, я думаю, понял это именно сегодня. Бурные аплодисменты. Большое спасибо, Алексей Руслович. Всегда удивляете. И каждый год по-разному. Ну, и я немного отвлеку ваше внимание. У Алексея Русловича сегодня как прям бессменный Борис Крюк прям почти устроил нам лотерею. У нас появился партнер посвящения в Студенты 2016. Это салон красоты Татиус. И сегодня при входе они разыгрывали некоторый подарок. Сейчас я приглашу девушек на сцену. Девушки, выходите. У нас барабан и подарок. У вас есть сертификат на 20% скидку в этот салон. Мы его достаем. И в верхнем правом углу черненькая циферка. На нее смотрим. Сейчас я заберу барабан. Вика вытянет цифру. И одному из вас в зале достанется вот этот прекрасный подарок. Мы благодарим фирму Татиус. Такой розыгрыш будет перед каждым концертом. На фотозоне, которая стоит при входе, вы можете делать яркие красочные фотографии. И участник, набравший большее количество лайков, а его мы определим 10 ноября на галоконцерте в ДК Пролетарка, куда я вас всех приглашаю, получит главный приз, который также вы могли видеть при входе. Ну и давайте узнаем сейчас счастливчика. Спасибо. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Дарья. Дарья, первый курс. Дарья, первый курс. Какой факультет? Химико-технологический факультет. Вот так вот. Нархития ФТП победила сегодня. Вы получаете этот подарок от фирмы Татиус. Пожалуйста, Даша. Успешного тебе посещения, отличного салона. Большое спасибо, Любовь. Большое спасибо, Вика. Мы с вами встретимся в понедельник. Ну и хотелось бы поблагодарить бессменных партнеров нашего фестиваля. Это компания Ростелеком, которая выступает активным работодателем для наших студентов-старших курсников. Если вы ищете временную подработку и хотите заработать на свою мечту, то компания Ростелеком предложит вам отличные и комфортные вакансии. Ну и, конечно же, хотим поблагодарить банк, Альфа-банк, карты, обладателями которых вы являетесь. Если у кого-то еще по каким-то причинам нет этой карточки, Желябова 7, Альфа-банк открыт с 9 до 6, вы можете получить там, вернее, свою карту. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить ребят, сидящих в первом ряду, звукоподдержка, техподдержка, медион, стадион. Уже завтра вы сможете увидеть видеоролики, фотоотчеты и, конечно же, полнометражные концерты в конце нашего фестиваля. Ну и, я думаю, сегодняшнее такое пре-выступление, наверное, подходит к концу. И я на эту сцену приглашаю факультет информационных технологий. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Леня, сюда ко мне. Да. Все готово? Да, вот они приготовлены, они уже пошли. Я не вижу эквизита, давайте вместе этим. Друзья. Ребята проверены? Да, работал над ними не раз, не проверил. Все хорошо, занимайся. Ну что же, так, добрый вечер. Все-таки первое посвящение, нужно вас подготовить как-то. Давайте небольшой интерактивчик перед началом нашего шоу. Поднимите правую руку вверх. Поднимите левую руку вверх. А теперь поднимите обе руки вместе. И похлопайте мне. Леня, вяло! Я недоволен. Друзья, ну не подводите, давайте еще раз. Все, еще раз. Правую руку. Левую руку. И похлопали! Собственно, Леня, да? Вот так и диктаторы приходят в власти, да? Ну что ж, всем спасибо. Надеюсь, вы меня сегодня не подведете. Леня, 30-секундная готовность. Давай заставку. Начинаем. Мы не нуждаемся в рецензии нашего мира. То, что ощущаем мы другим, не видно. Сегодня волны и громы завтра мира. Но по сторону экрана, что закрыта ширма. Мы вдвоем. Мы вдвоем. И нас одно уже на крыльях полны. Но мы живем и любим в этом мире огромный. Миллионы нас смотрят на нас, делят на билет. И нам, а с теми теми солнце защитит. Мы с тобой не обидли. Мы же корабли, долгие, вдвоем, вдвоем. И пусть никто нас не поймет, кроме этих волнов. Пусть никто нас не заметит, кроме этих волнов. Не дожди, чтобы на нас под микроскопом. Мы вдвоем. Мы вдвоем. И нас одно уже в пилотоне. Но мы живем и любим. Светили тонны много. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на билет. И нам, а с теми солнцезащитные. Пусть с тобой не ответит. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на билет. И нам, а с теми солнцезащитные. Пусть с тобой не ответит. Мы с тобой не ответит. Мы с тобой не узнать, если сниже или на новости как ниже. Будет новый день ветром полотен. И мы даже не посмеем Расставить под сомненье Этот темный вкус Наших светлых чувств. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на билет. И нам, а с теми солнцезащитные. Пусть с тобой не ответит. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на билет. И нам, а с теми солнцезащитные. Пусть с тобой не ответит. И нам, а с теми солнцезащитные Ну что ж, добрый вечер! Добрый вечер, дамы, господа! Мы приветствуем вас на нашем интерактивном шоу! Ваши бурные аплодисменты! Ну что ж, я думаю, не будем вас долго задерживать, и мы сразу же начинаем! Лень, ты ни к чему не хочешь меня спросить? Ну, почему ты... ты ботинок? Потому что была настолько красивая заставка, что я просто не успел надеть свои ботинки. И все-таки декан, каким волокном, как сказал декан нашего факультета, является нам уже вторым домом. Ваши бурные аплодисменты! Ну что ж, я думаю, нам стоит уже начать, и шоу начинается как обычно. Начинается с того, что у нас другие интересуются. Чем живет ФИД? Был создан, как вы видели, пост, где были написаны вопросы. Мы выбрали самые лучшие, и сейчас прямо на них ответим. Лень, зачитай! И первый вопрос, который к нам пришел, почему в последнее время не видно Владяу? Следующий вопрос, который к нам пришел, он немного непонятный. Свадьба корпоратива юбилея 8-904... Нет, стоп! Кто сюда рекламу положил? Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Прошу прощения. Куда пропали сейчас и номера Абуфита? И вот тут очень интересный вопрос. А Женя Хорошенко будет участвовать? Очень жаль, но нет, ведь все-таки осень. Краски-то пропали. В смысле краски пропали? Ну смотри, давайте прямо сейчас тебе расскажу. Спасибо. 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 Ну что ж, я думаю, настало время для наших первых гостей. Итак, встречайте. Новые проходники факультетов. Ваши бурные аплодисменты. Я жду вас на сцене. Ребята, я знаю, что вы здесь. Итак, первый, Антон Васечкин. Бурные аплодисменты. Ну что ж, что же будет вторым? А че мы не идем? Стой. Ребята, быстрее, пободрее. Итак, второй, Михаил Скрипкин, Машфан. И Фиен, Антон. Ну что ж, ребят. А, суп жили? Спасибо. Ну что ж, давайте начнем. Прежде чем мы начнем наш маленький интерактив. Вы должны будете поклясться, что будете говорить правду и только правду. Леонид, мой помощник, прошу. Вы будете говорить только правду и ничего кроме правды? Я буду говорить только правду и только правду. Клянусь говорить правду и ничего кроме правды? Я буду говорить. Отлично. Давайте поаплодируем. Великолепно. Ну что ж, я попрошу техническую группу вынести мне микрофон. Ну что ж, правила очень просты. Я сейчас буду задавать вам вопросы. Леонид будет задавать вам вопросы. Но есть несколько «но». И первое «но», что вы должны отвечать только у стойки, и ответы не должны повторяться. Вы поняли? Отлично. Ну что ж, да, собственно, кто первый смеет? Ну что ж, вы поняли? Леонид, первый вопрос. Первый вопрос. Эстель или Астель? Эстель. Отлично. Поприветствуем ребят. Собственно, если вы скажете неправильно, Татьяна Звановна вам потом расскажет, как говорить. А, да, да, да. Поприветствуем потом. Да. Дальше давай. Да, все, приятно. Вопрос снимается. Все, спасибо. Все, было, быстро. Леонид, второй вопрос. Следующий вопрос. Что будет, если Фит выиграет студенческую весну? Шилов будет доволен? Да. Еще ребят? Дубиченко тоже будет доволен. Отлично. Другие факультеты будут довольны. Ваши аплодисменты, да. Ну что ж, все прекрасно понимают в этом зале, что раскрывать тему посвящения студенты никто из профорга все-таки не сможет. Ребят, я прекрасно понимаю ваше положение. Покажите вашу тему посвящения. Вот такая, ребят, 31-го, приходите, вот так. Нет, надо молчать. Надо показать. Тему своего посвящения. Отлично, сойдет. Дальше. И тут сидеть просто? Хорошо. Антон, подключайся. Ну что ж, ваши футные аплодисменты, я предлагаю вам остаться делать фото, добавить потончику, пожалуйста. Ну а пока потончики делают прекрасные фотографии, хочу сказать вам большое спасибо, что вышли. И я очень надеюсь, что... Как вы же, как фразы. Да, что ваши посвящения будут намного лучше, чем то, что вы сейчас показали мне. Бурные аплодисменты, про форга! Все, я провожаю вас. А мы продолжаем. Посвящение, студенты, 2016-го, и мы начинаем! Это посвящение, это посвящение, вид, залез кистой громкой в дне, посвящение в полите. Оба золотых полотна, стало нам разным оно, свитерску ускоряет век, первокурсники, привет! Саша, мне уже вчера Никита звонил, говорит, такую кистку видел, жалко, кто-то снять письмо. И что? А ты сам погляди. Привет, пацаны. Никита, совсем что ли? Вот что ты в этом показывать будешь? Миниатюры? Какие? Сань, задавай. Друзья, представьте, случай на дороге. Сержант Собакин. Ты чё, пёс? Ваши документы. Это чё, ветеринарная справка? Друзья, а на выборах Рамзана Кадырова за него проголосовало лишь 97% их выбирателей. Итак, представьте случай в кабинете Рамзана Ахматовича. Рамзан Ахматович, мы привели 3% неверно. Хоть скажи, за кого ещё на этих выборах можно было проголосовать? За Путина? Ай, Зюганов, ай, красавчик! Друзья, ну а мы продолжаем. Представьте, ПСПшник, который вышел на пенсию. Проститутка, наркоманка. Кражится взлом, угон машины, распитие алкогольных напитков в общественных местах. А такие вбросы бюллетеней на выборах могли произойти только в Чеченской Республике. Ай, Зюганов, ай, красавчик! Совсем скоро на роль нового Джеймса Бонда должны утвердить чернокожего актёра. Итак, представьте случай на съёмочной площадке. Ну вот, как мы и просили, чёрный бонт. Чёрный бонт? Я же тебя нормально просил! Си-и-и бонт! Две пачки! Ну а теперь немного о грустном. Представьте, умирает девственник. Дети мои. Ах, блин! Ну а мы продолжаем. Представьте случай в подъезде. Эй, ты чё? Чего толкаешься? Ты знаешь, чё я сын? Божий! Приходите к нам в собрание. Недавно в мире возобновилась гонка вооружений, и русская армия не стоит на месте, так как разработала новое ультразвуковое оружие. Случай на полигоне. Итак, начинаем эксперимент. Первая мощность. И это всё, на что вы способны? Увеличиваем мощность. Нет! Вы меня так просто не возьмёте! Максимальная мощность! Хватит! 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 Друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце. Наше выступление, оно как самогон. Вот мы его гоняем, гоняем. Лишь бы вам понравилось. Для вас выступала команда Grand Fitness. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...